Светлана 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 Тамарочка замуж не вышла? Ну, к счастью нет. Да? Она знаешь, как она на свадьбе гуляла-то? О-о-о, плясывала-то. Скоро, наверное, дочку выдают. Да? А на свадьбе обычно как? Складываются шпары? Хорошо, девчонки, болтала бы с вами еще часа два, но надо работать. Поэтому, Светочка, дорогая моя, как прожили ваши 37 лет? Счастлива в основном? В основном были периоды, когда я была счастлива и не жалею абсолютно. У вас трое детей, да. Прекрасно. Дети – это здорово. Дети – цветы жизни. У вас необычная судьба. Когда вы узнали, что вы приемный ребенок в семье? Я узнала довольно-таки рано об этом. Это был период, наверное, 7-8 лет, совсем маленькая ребенком. Болела часто. И как-то после очередного, когда меня выписывали из больницы и ехали домой, бабушка как-то ехала сзади и родителям сказала о том, что вот надо было кого выбирать, здорового ребенка смотреть. Гадская бабушка. Жива, нет? Бабушка, к сожалению, умерла. На тот момент она просто, наверное, подумала, что возможно... Что вы слепо глухонимая, что у вас вместо кожи панцирь, да? Да, но эти слова у меня очень остались глубоко в душе. Еще бы. И это первое было как бы... Светлана, а затаились или стали пытать родителей? Кто едет и откуда? Не стало. Не стали? Почему? Сердечко подсказывало, что... Нет, я просто... У меня мама всегда... У нее было больное сердце, и я считала, что... Ну, если я подниму эту тему, наверное, тяжело для нее будет. Светлана, а в целом детство было счастливое? Да, очень. Ну, это тяжелая судьба, да. Нужен сильный мужчина рядом. А что вас заставило все-таки в подростковом возрасте поискать? Ну, потом... Поискать, откуда вы? Я как-то забыла. Потом училась, когда в техникуме. Тоже было неожиданно узнать от своей подруги, что вот ты ниоткуда, поэтому как бы у тебя такой бешеный характер, у тебя то, сё. Вы перевернули вверх дном дом, нашли документы, где действительно было написано, что ваша приемная мама не может иметь детей, да? Ну, да. Я начала по карточкам, по ее... По истории болезни. То есть мне попался в руки эпикриз. Там четко было написано, что детей иметь не может. Вы объяснились с родителями опять же в себе все? Нет. Я боялась, что... Услышите что-то, чего не хотите слышать? Может быть, не было все-таки у вас доверительных отношений? Счастье мое, Светуль. Ну, объясните, ну скажите, легче будет. Светочка, родная. Я просто боялась маме больно сделать. Затрагивает все самые... Да-да-да-да. Ну, сейчас мы такие вещи обсуждали. Самый когтем прямо в сердце. А отец приемный как? Отец меня даже, наверное, больше матери любил. Ну, вы счастливая девочка. Вы понимаете, какое количество детей, которых берут по блаже, по какой-то, а потом возвращают? Послушайте, примеров миллионы. Вас взяли, обласкали, вам столько любви дали. Но они объяснили, что ваши родители попали в... Когда уже? Кто вам? Что они попали в автокатастрофу? Ну, мне знакомые сказали, что они попали в автокатастрофу. На самом деле, это совершенно не так. А как? Я не знаю. На данный момент я еще до сих пор не знаю. Вот послушайте, мне кажется, это так немудро со стороны приемных родителей не рассказать своему дитю, которого они любят, откуда они. Потому что каждый человек, может быть, у вас и не устроилась личная жизнь, потому что вы не знаете своих корней. Вы не знаете, откуда вы и кто вы, и с чего вы. А узнала бы, что родители алкашие, и что теперь? Что лучше стало, что ли, бы, я от этого? Ну, послушайте, и алкоголиками становятся не в один день. И тоже причины есть разные. Почему из этого нужно делать тайну? Ну, я думаю, что мама тоже как-то берегла и ценила. И, возможно, она боялась потерять меня. Светочка, хорошо, на сегодняшний день вы абсолютно уверены, что ваши родители биологически живы. Я уверена в этом. Вы чувствуете, вы дочувствуете, что у вас есть родная сестра? Да. Зачем они вам? Вот почему вы хотите их найти? Вы знаете, у меня был определенный период жизни, когда, ну, наверное, я каким-то местом, может быть, ненавидела, что вот так вот просто взяли, выкинули или оставили. А с другой стороны, вот сейчас в своем возрасте я, если бы нашла, я просто обняла бы и сказала спасибо, что мне жизнь дали. Конечно. Если человек целеустремлен, он может всегда перевернуть горы. Нет. И найдет. Но вы посмотрите, как причудливо ваша собственная судьба складывается. У вас ведь тоже есть приемный ребенок? Есть. Третий? Есть, да. Тогда расскажите, вот вы вышли первый раз замуж по любви? Нет. Мне было комфортно, мне было удобно. Меня устраивал человек, меня устраивало, что меня любили. Сколько вам было лет? 21, наверное. Ну, послушайте, в 21 год, когда играет гормон, когда хочется любви, это все-таки редко встречается? Тем более вы из той семьи, из хорошей, вы залюблены, вам не нужно было бежать, куда попало. Почему вдруг? Мои родители прожили 38 лет, и мне мама говорила о том, что любовь – это, конечно, хорошо, но она выходила за моего папу, она его в будущем не любила. Но месяцы, прожитые с ним, она говорит, я просыпалась, вот проснулась в одно прекрасное утро, я поняла, он все сделал для того, чтобы я не могла без него. На самом деле, это первый брак, на самом деле, вот как первый брак. Неопытно. На самом деле, бывает очень часто он комом. Сколько прожили? Прожили более трех лет. А ребенок родился, а что заставило от него собрать вещи и уйти? Я не собрала вещи, я ему говорила о том, что давай разойдемся, потому что я считаю, что, ну, дети видят отношения… А что он вас бил, что ли? Нет. Что-нибудь хватало-то? Любил, все приносил, зарплату приносил, что надо-то было? Не мое это было. Вы расстались с ним, а второй раз выходили замуж по любви? Да. Во втором браке у вас родился общий ребенок? Сколько прожили? Прожили тоже где-то около трех лет. Ну, а там-то что, во втором браке? Вообще была, в принципе, сказка. Я не могу ничего тоже сказать такого, но просто после того, как я забеременела, отношения резко изменились. Мне сказали, иди, делай аборт. Но вы все-таки родили? Да. Я сказала, даже если мы разойдемся, я ребенка этого оставлю. И ребенок здоровый? Да. Но он же должен был быть осчастливленным, может быть, это была его такая отмазка. На тот момент уже другие проблемы появились. Какие? Пил? Нет, не пил. Родители. У меня очень мама стала сильно болеть. И вы все свое время проводили с мамой, да? Я проводила в двух практически больницах. У меня с папой проблемы, у меня у мамы начались проблемы. Это деньги. Ну, вот он по любви. Что хотели? Вы развелись со вторым мужем. И я все равно не жалею. Ну, посмотрите, у него реально очень непростая шутка. Очень достатина. Непростая шутка. Она все равно позитивная. Она реально, да, то есть она реально это как-то пережила в себе. Светлана, как так случилось, что вы, будучи не замужем с двумя детьми, берете третьего ребенка из детского дома? Мы лежали со Златой в больницу, нас положили с отравлением. Через бокс просто лежал ребенок, который постоянно плакал. Ему было на тот момент 2-3 месяца. Ничей. 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 Да. Я не знаю почему, но вот как-то вот именно за этого ребенка я боролась. Браво вам и вашему огромному сердцу. Вы такая молодец. Я вам прямо браво и всю свою нежность. И сколько мальчиков сейчас лет? 4 годика исполнилось, 5-й. И вы выходите замуж в третий раз? Получалось так, что пока я оформляла документы, я познакомилась с третьим мужем, и как бы он узнал, что у меня есть дети, но я его перед фактом поставила. Я говорю, вот, Толь, у меня будет еще один ребенок. Он сначала не понял, потом я ему объяснила ситуацию. Я говорю, думай сам, но этот ребенок у меня будет. Если ты не захочешь со мной быть, значит не захочешь. Я говорю, ну, я за этого ребенка уже почти год борюсь. Поэтому я в любом случае его забинула. Он женился? Сколько прожили? Прожили два, больше даже. И что же в этом браке? Ревность. Его ревность. Ревность, потому что... Я поменяла раху, то... Вам нужно было кормить троих детей, и вы устроились водителем такси и работали по ночам. Да. Это сложно работать по ночам. Девушки, ты еще таксисткой. А я бы тоже ревновала бы по ночам-то. Я знаю, что это такое. Ну, вы знаете, можно утром пойти выносить мусор на ведро и наставить... Можно, а там когда пьяный с пьяными ездишь, это же вообще кошмар. Не от хорошей жизни. В общем, муч устраивал вам скандалы, вместо того, чтобы принести котлету денежную и сказать... Да, я приходила с утра. Светка, давай-ка увольняйся, я вот... Она просто привыкла все сама, сама. Она фантастическая девушка. Какой мужчина рядом с вами должен быть? Опишите хотя бы там. Я думаю, что в первую очередь он должен быть нежадный на свои комплименты, свою заботу и любовь. А деньги у него должны быть? Ну, я думаю, что мужчина должен стоять на ногах, если он пришел за женщиной, у которой как бы есть дети. А вот его мотивация взять женщину с тремя детьми. Ну, я думаю, значит, это мужчина должен любить детей. Нет, а вы должны что? Ну, уж сильно любить. Меня вот... Что меня не любить? Зарплату приношу, дома все делаю. Красавица еще! Готовлю, убираю, стираю, детей воспитываю. Ну, что меня не любить такое? Понимаете, такую лошадь. А почему меня не любить? Я тоже зарабатываю. А вот теперь вы расскажите, за что вас любите. Я перечислила свои достоинства. Я считаю, что я аккуратна. Я зарабатываю точно так же. Я отдаюсь... Если я люблю, я отдаюсь полностью. Ей нужен, скорее всего, равный ее. Я думаю, что ее всегда будут брать замуж. Четыре брака точно обеспечены. Вот. И вполне возможно, если вы захотите выйти замуж реально законно четвертый раз и захотите сами сохранить отношения, тогда они будут долго храниться. Поэтому сейчас улыбка, хорошее настроение и вперед! Знакомься с первым жеником. Удачи! Добрый день, Светлана! Здравствуйте! Вы очень яркая, привлекательная женщина. И я приехал сегодня из Братской Беларуси, чтобы между нами в надежде возникла какая-то искора симпатии и, рассыпавшись, поселилась в ваших глазах. Потому что только искорки в глазах делают женщину привлекательной и влюбленной. Спасибо большое. Очень приятно. Виктор. 54 года. Риэлтор. Зимой подрабатывает водителем-дальнобойщиком за границей. Гордится тем, что объездил весь земной шар. Мечтает влюбиться. Предупреждает, что его трудно переубедить. Жена впервые обманула Виктора в день их знакомства. И последующие 17 лет совместной жизни доказывала ему свою неверность. Здравствуйте. А что за нужда была жить с неверной женой, еще и при том с патологической лгуней, целых 17 лет? Ну, она мотивировала самое главное, что если мы разведемся, то получится, дети вырастут как бы не в полноценной среде. А на вас ведь и обманом замуж затащили? Ну, я был влюблен, конечно, но она сыграла такую мотивацию, что она беременная. И поэтому нужно оформить отношения, потому что в то времена, значит, это как-то относились более строгие. Ну, в общем, когда вы поженились, выяснилось, что она не беременна. Не один раз. Да. Ну, а потом, в принципе, потом она завеременела. Ну, и сколько деток родилось в этом браке? Двое. Сын и дочь. Если он 17 лет жил с неверной женой, то им, значит, можно верховодить. Ну, первая мысль, которая приходит, именно такая. Скажите, а как вы в Америке-то оказались? Ну, это было, если кто... Все помнят, 97-98 год, и какая-то была как бы своего рода волна эмиграции. У нас очень многие знакомые уехали в разные страны по всему миру. Хорошо. Ну, а там нашли себя? Нет, конечно. Я буквально первый раз вернулся через три месяца. То есть там стало еще хуже, чем на родине? Ну, да. А жена осталась? Жена осталась, да. А как оказались во Франции? В один из приездов домой в Минск я предложил, что вот дети уже довольно-таки взрослые. А они все прижились, и жена, и дети там прижились. И я предложил, что детям просто было бы интересно, наверное, познакомиться с Европой. И мы взяли тур с детьми. Я взял один с детьми по Европе. Это Варшава, Берлин, Париж, Амстердам. Просто показать им Европу, сравнить, может быть, проживание. И вот вы с детьми в Мулен Руж? Нет, с детьми, конечно, я не пошел. Мы сидели с товарищем в Мулен Руж, там столик на четыре человека и шампанское. И ты смотришь представление. Да. И вот за пять минут до начала представления открываются двери, заходят две девушки. Ну, все мужчины, естественно, обращают на них внимание. Эти девушки приходят и садятся за наш столик. Ну, естественно, они там живут годами для того, чтобы попить шампанское, постоловаться где-то и найти себе дурака. Нет, там был совсем... Да-да, вы не рассказывайте. Она была замужем за бизнесменом, у нее было все нормально в жизни. А что ж так ее бизнесмен-то отпускал? Ну, фотосессии они делали в Париже. А что она к вам за стол-то вдруг подсела? Ну, так вот получилось, там же билеты продаются. Хорошо. Не садишься за произвольный столик. Да, и у вас завязались с ней отношения? Оказалось, она еще с моего города, с Минска. Ну, и вот ностальгия, воспоминания. Порвала крышу, как это говорят, полностью. А вот она ваши все деньги пропила, проела. Вот именно что... Один жак-то были, я чуть не поняла. Деньги были тогда у меня нормальные, даже по московским мерам. А то вы дальнобойщиком сейчас работаете. Ну, потому что помимо жизни... Хорошо, когда деньги кончились? Нет, никогда. Она даже... Вот в ресторан мы ходили считанные разы. Никаких дорогих подарков. Бескорыстная была просто. И любила вас. Я, например, может быть, я неправильно поступал, но у меня была такая теория своя. Я, если я буду дарить дорогие подарки, то это будет выглядеть, как бы я ее завоевываю... Что вы ее покупаете. Поэтому я... Я ни разу такую мысль не возникла. Ни разу. Я думаю, что Светлана не такой корыстный человек. Мне так кажется. И сколько вы так друг друга любили без корыстных? Семь лет. Семь лет. А муж-то знал? Ну, нет. А что же она, если так вас любила, не ушла от мужа к вам? Или вы не сильно звали? Ну, она мотивировала. Я все время наставил, потому что у меня было такое состояние, что она говорит, ну, зачем тебе? Мол, у нас с тобой крепкие отношения, никаких проблем нет, ты никаких обязательств не имеешь. То есть все красиво. Но ведь вас с ней развела не эта ситуация, не треугольник любовный. А что? Ну, потом, бедно, я не знаю, мы уже... Потом она, в конце концов, развелась с мужем. И мы поехали в свадебное путешествие в Испанию. В какой свадебном? Вы же на ней не женились. Ну, мы решили так. Это была репетиция. Да, репетиция. Перед свадьбой мы должны съездить, что одно дело встречаться с человеком, это романтичные такие встречи. А другое дело, нужно побыть хоть немного в какой-то месте, в бытовой обстановке. И вот вы когда в бытовой обстановке-то с ней со свободной? Ну, я стал как-то с недоверием, что ли, относиться к ее чувствам. Почему? Ну, вот объясните. Ну, там, то есть, я понял, во-первых, что я не герой ее, потому что ей нужен брутальный, был солидный мужчина. То есть, 7 лет она к вам, к бедному, небрутальному и несолидному бегала от своего богатого и красивого обеспеченного? Ну, так может быть, тогда, когда она была замужем, она бегала, и это было, может быть, ей давало отдушину. Я бы выполнял роль жилетки, а не того, как говорится, героя жизненного. Потому что, например, вот такие случаи были в Испании. Да, вот, пожалуйста, примеры. Так как у меня вот как крышу сорвало, то есть я был в эфории в Испании. И вот мы идем с пляжа, например, я могу взять ее на руки и понести. Она говорит, ну что, Виктор, сколько тебе лет? Ты должен вести себя солидно, а ты тут какая-то... Я тут сейчас была на отдыхе, и мне, ну, тошнило. Послушайте, как ты в молодости не обращаешь на это внимания. Ну, только не секс на улице. Вот все остальное практически... Так не секс я на руки брал. Ну, ладно, но на руки тоже идет седой дядька. Понимаешь, с пляжа весь потный в трусах. Берет тетку на руки, понимаешь? Ну, это такой степени, это все, это трагично. Ты думаешь, ну, точно любовник. Муж бы так не взял. Ну, хорошо, это что, единичный случай такой? Что еще? Ну, она становилась задумчивой, например, в определенное время, и там по телефону переписывалась с кем-то. То есть я так... И если вы 7 лет в роли любовника ее не смели ревновать, то сейчас стали задумываться, да, с кем это надо? Да, потому что с кем может переписываться, она тем более уединяется, как говорится. Мне кажется, он тоже что-то недоговаривает из-за того, что... Ну, может быть, кстати, не исключено. Один жад остались у вас после ваших этих похождений. То у нас тут с тремя детьми, собственно говоря, жизнь помотала, понимаешь? Не в том смысле, как говорится, по московским меркам может, но так... А вы где все-таки живете, я не поняла? Куда молодую с детьми повезете? Ну, у меня есть своя трехкомнатная квартира в Минске. Ага. Вы смотрите, у нашей невесты трое детей. Потянете? Ну, у меня такая, как говорится, своя теория. Самое главное отношение к человеку. Если мужчина по-настоящему любит женщину... Вы про себя скажите. Не надо про всех мужчин, про себя. Вот вы любили по-настоящему женщину. Когда она развелась, и вы поняли, что на вас лежит ответственность, вы тут же ее разлюбили. А тут с такой судьбищей... И она тут же вышла замуж. Значит, я был прав. Хорошо, смотрите, а тут с такой судьбищей трое детей. Поэтому я и говорю. У вас квартира большая? В Минске. Ну, трехкомнатная. А? Трехкомнатная. А вы поедете? Поедете в Минск? Нет. Алло, невеста? Нет. Прежде чем отказываться от квартиры, давайте мы ее посмотрим. А там уже решите, захотите переезжать или нет. Вот это мое жилище, так сказать, приданное. Стараюсь поддерживать чистоту и порядок. Несколько лет назад и научился готовить, потому что ухаживаю за мамой. Она живет в другом районе, и я их каждый день посещаю. Это спальня. Попытался ее сделать в восточном стиле. Третья комната. Ее функциональная роль пока еще не определена. Надеюсь, это будет детская. А у нее-то есть квартира? Героиня. Не расслышал уже. Вы заговорили о том, что третья комната предназначается для детей. Каких вы детей имели в виду? В новом браке рожденных? Да, конечно. То есть вы еще в свои годы хотите родить детей? Ну, я вообще считаю, что если семья должна иметь, если нет только медицинских каких-то нюансов, то есть вы обязательно совместного ребенка. Ну, я просто думаю, зачем в 54 года? Во сколько вы поведете в первый класс? А вы еще хотите детей? Хотите. Я думаю, что если мужчина действительно достойный, то да. А потом вас бросит это уже с четырьмя детьми. Алло! Просни! У вас три бонуса. Свидание наедине, семейная, тайная или традиция и скелет в шкафу. Скелет в шкафу. Да, пожалуйста. Хотя для меня он абсолютно очевиден. Первое впечатление обманчиво. Ой, нет. Даже, к сожалению, мне хотелось бы хуже разбираться в людях. Вот прям хотелось бы жить в неведении. Брачный договор с установлением режима раздельной собственности. Что это значит? Поясните. Я имел в виду, что если я, как говорится, полюблю человека и мы зарегистрируем официальный брак, то я бы хотел в брачном договоре указать, что в случае, если наш брак, ну, жизнь есть жизнь, наш брак по каким-то причинам, в зависимости от меня, то есть я там что-то сделаю неправильно, это да, другое дело. Но если по желанию жены распадется, то я хотел бы ребенка оставить с собой. Рожденного? Да. А почему ребенка хотите оставить у себя? Ну, потому что я обдумывал, когда даже встречался с женщиной, что я бы хотел, чтобы она мне родила ребенка, но я знал, что она не будет со мной жить, потому что я тогда могу, как говорится, если я по-настоящему люблю человека, я бы перенес всю любовь на этого ребенка. Я считаю, что это нормально в каком-то смысле. Вас такая история устраивает, такое положение, эти пункты? Я думаю, что он в женщине, наверное, видит, вот как раз вот ищет ту женщину, которая, наверное, родит ему ребенка, и, в принципе, цель его жизни будет уже... Да, начнет вас провоцировать, если что, шантажировать. Я думаю, что ему даже больше не женщина, а, наверное, дети уже выросли, а тут оставить наследника, там, наследницу... Ну, на старости лет хочется себе игрушку в 54 года, пока родить. Нет, я не сторонник, если супруга не согласна иметь общих детей, ради бога. Но в случае, если... Но брачный контракт будет подписан. У вас какой-то сюрприз, я еще смотрю, там заготовлен. Ну да. Вот тихо, сейчас что-то интересно будет. Ну, особо талантов петь или плясать у меня нету, поэтому я знаю, что человека лучше всего узнать и создать атмосферу такую домашнюю, это путем приготовления совместного ужина. Так что я привез плоды белорусской земли, чтобы... и все-таки надеюсь, что Светлана пересмотрит первое впечатление обо мне, и мы сегодня вечером приготовим вместе ужин. А в коробочке у вас что там такое? А вон коробочка у вас стоит на столе. Это еще дополнительно. Здесь эта шкатулочка, в которой Светлана будет держать ключик от моего сердца. Он произвел впечатление на Светлану и дал ей что-то такое, чтобы заинтересовать ее. И даже если она не выберет меня, все-таки я ей желаю счастья. И поэтому дарю его с ней на счастье. А вы знаете, что полотенце не дарят? Это к расставанию. Вам никто не говорил? Вы, послушайте, не верьте в приметы. Как-то не верьте в приметы. Копеечку дашь. Как бы там ни было, лучше начнем наш ужин прямо сейчас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну как? Вкусная горшина? Он, по-моему, подготовился на все сто. Спасибо вам большое. Забирайте племянника, проходите в свое колесо. Стэн поедем на сусилие. Как вам жених? Ну если он дальнобойщик, я думаю, что когда он будет заниматься детьми? Послушайте, у нас мужья, они дальнобойщики. Они детьми практически не занимаются. Мужчинам все время некогда. Заставишь побегать на велосипедах покататься. Вот поэтому у меня и вопрос, как он хочет еще родить ребенка. Смотрите, вашими детьми он заниматься не будет. Он не будет заниматься собой. Нужно будет заниматься только им. Исключительно. А вы же, ладно, что вы от мужика-то отказываетесь? Вообще не волнуйтесь. Мне нравится, когда мужчина все сразу, это, знаешь, не от большого ума, но в смысле в бытовом смысле, все сразу озвучил. Про контракт сказал. Молодец. Зять у меня юрист. Мы свой контракт делаем. В обратку. И что так мужиками-то разбрасываться? Не пьет, паде, не курит. Он выглядит хорошо. Ну и пускай. Не совсем правильно тебя поняли, мне кажется. Хороший мужик, но не ваш. Он будет ждать свою принцессу, прекрасную. Сам себе морочить голову. И я так думаю, что он еще проживет так не один год. В мечтах. А что звезды? Узнаю водолеев. Вот типичные, скажем так, отношения для водолея, когда в первом браке сначала обман по поводу ребенка. Второе отношение тоже типично для водолея. Пока невозможно было, понимаете, она была занята. Вот тогда это было интересно. Но как только она стала свободна, стало легко, и вот здесь появилось сомнение. А нужна ли реально? Вы свободны сейчас? Он свободен. Понимаете, да. И вот это вот странное отношение, я должна сказать, что он и тянется к вам, судя по карте, и с другой стороны боится, боится привыкнуть. Потому что сразу увидела, что вы человек очень чувствительный, очень любящий и очень мощный, очень заботливый. Боится попасть в рабство, вот в такое вот настоящее. Но у нас есть еще один жених, поэтому проходите, знакомьтесь. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Меня зовут Алексей. Вы очень выражительно выглядите. Спасибо. Просто потрясающе. Спасибо большое, очень приятно. Вам улыбка очень идет в лицо. Спасибо. Спасибо, проходите. Алексей, 44 года. По образованию водитель трамвая. Работает кладовщиком, увлекается фотографией и психологией, изучает английский язык и много путешествует. Мечтает приобрести хороший фотоаппарат. Алексей рано вдовел и долго не подпускал к себе женщин. Надеется, что со Светланой он вновь станет счастливым. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Алексей. Как давно вы обдавели? Сколько лет? Уже 8 лет. При каких обстоятельствах? Дело в том, что моя жена переходила дорогу по пешеходному переходу и ее сбила машину. Сочувствую вам, примите мои сожаления. Вы остались с детьми? Нет, детей у меня пока нет. Я считаю, что... А сколько вы прожили на тот момент? 3,5 года. Счастливы? Да. Либо он какой-то зашелганный, что-то вот в нем есть такое, он почему-то... Либо боится... Слушай, история, которую я сейчас рассказал, блин... Ну да, да. Но у вас была ведь одна барышня довольно долгая, но как-то вы знать не знали, что она замужем. Что это за история? Дело в том, что мы встречались какой-то период времени с ней, ну у нас были романтические отношения. И вот одно из вечеров я просто задержался, у нее ребенок, я этого ребенка как-то развлекал. Ну вот наступил вечер, ребенка уложили, и так получилось, что я узнал, оказывается, у нее есть муж. Это на каком году общения? Это где-то полгода, где-то 8 месяцев. А она у вас оставалась ночевать? Нет, я был у нее. В гостях? Да, в гостях. То есть и присутствие мужчины не чувствовалось ни в чем, зубная щетка? Да, нет, нет, ничего, даже фотографий не было. Может быть, она вас обманула для того, чтобы вы ее оставили? Может быть, причина была в другом? Потому что если муж, навряд ли бы она стала с дядей Лешей знакомить ребенка? Нет, нет, здесь дело в другом, мне кажется. Ей не хватало внимания. Ее муж был рыбак, он ходил... Послушайте, это ваше ему заключение. Да ну как кто посмеет привезти в дом любовника, даже если муж рыбак, как в анекдоте? Ну, а во-первых, сын бы сказал, что меня спать укладывал дядя Леша. Я думаю, что это была ее отмазка для того, чтобы от вас избавиться. Может быть, может быть. И вы расстались и расстались? И о дальнейшей судьбе не справлялись? Нет, нет. Короче, у его жены был любовник, и он не спалил. Не он не спалил. Он не спалил. Да нет, он с женщиной познакомился, а у нее был муж. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов любое время по телефону 0736. Пока реклама. Скажите, вот сидит прекрасная Светлана, труженица, трое детей. У вас нет ни одного. Трое не слишком для вас? Нет, я думаю, что можно им составить компанию. А вы москвич? Нет, я из Санкт-Петербурга. Ну, то же самое, только лучше. Да, конечно. А что у вас там в Санкт-Петербурге? Ну, квартира, я имею в виду. Квартира. Однокомнатная, двукомнатная? Однокомнатная. А что он один? У него, я думаю, сложно с... Все остальные рядом с кладом. А вы хотите своих детей, да, еще? Да, я хотел бы еще своих детей. Тогда уже надо кладовщиком будет работать. Это вас уже... Ладно, молчи, свадь, сейчас все испортишь. Пусть кладовщиком работает. Не стучит. Не молчи. Мало денег мало. Хорошо, давайте так. Вы работаете кладовщиком. А есть еще возможность? Вы такие смешные, тетки. Вы думаете так, вот у человека есть альтернатива. Жить весело, здорово и богато, а он идет работать на склад, понимаете, мантулить там с утра до ночи, еще материальная ответственность. Ну, наверное, человек свои 44 года перепробовал все. Ну, наверное, есть какие-то причины для того, чтобы не работать директором супермаркета, понимаете? Ну, почему обязательно директором супермаркета? Ну, хорошо. А что, куда? Ну, можно, допустим, устроиться на вторую работу. Мешки таскать. Ну, почему мешки таскать? А еще? Сейчас полно работы, в принципе, для мужчины, который должен содержать семью. Вы замужем? Я нет уже. Вот сидите дальше. Я так не понимаю. Рассуждайте. Спасибо, я себе сама позабочу. Вы смотрите, перед вами сидит жених, которому все хватает. Он очень хорошо выглядит. Ему хватает. А вы говорите, у моей подруги трое детей. Конечно. Поэтому он должен еще идти и ломаться на второй раме. Не, ну почему ломаться? А у него уже жизнь устакавилась. Девочки, давайте будем жить с открытыми глазами. Вот сидит жених такой, какой есть. Ни один грамм он не изменится, не исправится после брака. Поэтому, либо вы говорите, да, прекрасный, хороший характер, хорошо выглядит. Я бы хотела ребеночка с такими глазками, как у Лехи. Да? Книжки читает. Книжки читает, будет мне помогать. И все. Да еще умеет готовить. Да еще умеет готовить. Он колдовщик. Значит, у него есть клад. Ну, значит, нужно только найти этот клад. Вот да. Раскопать. У вас осталось два бонуса. Свидание наедине и семейная тайна и традиция. Свидание наедине. Пожалуйста. Проходите. У вас очень выразительные глаза. Спасибо. И прекрасная улыбка. Спасибо. Что вас очень подчеркивает. Спасибо. Мне кажется, у вас тоже есть и то, что вы взяли третьего ребенка. Я считаю, не каждая женщина может на такой шаг пойти. Это великолепная женщина. Спасибо большое. По-моему, не хватает любви, ласки. Не хватает, наверное, такого единения, мне кажется, чтобы каждого друг друга дополняли. А вы готовы подарить это? Я готов. Да. Да. А чем он вам не понравился, я никак не могу понять? Я просто ему задала вопрос, который меня интересует, что не будет ли это все опять на ней. Будет. Вот он будет приносить свою какую-то маленькую долю. Будет. А все остальное будет опять на ней. А вы как думали, что мужчины... Бессонные ночи и все вот это вот, понимаете? Будет, будет. София, для того, чтобы сегодня не сложилась такая ситуация, Светлана, она должна была сберечь прекрасный свой первый брак. Не было любви. И второй брак, замечательный, где ее любили и насильно, она должна была что-то сделать такое, чтобы сохранить эти браки. Раз у нее не хватило ума, и чего-то ей все не хватало, она не сохранила эти браки, да? Потом взяла еще одного ребенка, она должна была понимать, что за всю эту историю отвечает только она. Конечно, так она и отвечает сама. Вы очень открытый человек. Спасибо большое. Видно было по эмоциям, очень такой эмоциональный. Спасибо. Спасибо большое. Так, молодой. А я считаю, что уже сразу и на сюрприз. Светлана, Леда, сюрприз приготовили? Да, да. Так и забирайте свою прекрасную невесту. Ну-ка, 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 что вам подарят? Я люблю путешествовать. И в Эстонии я для вас в одном из национальных парков его вам приобрел. Надеюсь, это не гербарий? Нет, нет, нет. Этот подарок... Ну, уже дарите, а мы быстренько его раздербаем еще, чтобы посмотрим. Этот подарок... Давайте передадим. Прямо любопытно. Этот подарок вам очень пригодится. Он принесет вам счастье и, надеюсь, принесет вам ту любовь, которую... Быстрее. А мы на узелках. Проходите, а мы будем сплетничать и рассматривать вообще. Прямо как... А хорошо упаковал-то. Ты будешь до утра. Это хорошо, у меня навыки хорошие, подарки. Я после свадьбы как раз... Еще половину все равно еще не распаковала. То есть ты мало того, что ты выдала замуж, ты еще и подарки сама раздербанивала. О, подарки, о! А почему ты-то, Аня Ксения? Принесу, покажу вам несколько. А почему не Ксения-то? А потому что Ксения другим занята была. Роза всегда берет активность в свои руки, что-то смотреть. Так приятно и так необычно. Да, подкова. Подкова. Ну, счастливо. Понравился вам жених? Да, хороший такой жених. Ну, видно, что семьянин, что он всегда будет рядом. Думка, почему видно семьянин ни котенка, ни ребенка в 44 года? Ну, у него же была трагедия. 100 лет назад детей не родили. Послушайте, к сожалению, к большому. Ну, не забывается все, но притупляется. Я не думаю, что он рыдал столько лет по своей первой жене и так далее. Конечно, были и ситуации, не складывались по понятным причинам. Какой он семьянин? Он никакой не семьянин. Что вы скажете, Софья? По темпераменту люди разные вообще как бы. А я считаю, что в вашем положении это мог бы быть почти идеальный вариант. Знаете, из-за двух врагов редко бывает, чтобы любовь и благополучие, и деньги, и забота, и счастливая жизнь. Уже, мне кажется, в таком возрасте нужно выбирать два-три каких-то качества приятных для себя, культивировать их и с этим сживаться, если вы не хотите быть одной. Да, я согласен полностью с Ларисой, потому что она говорит истинные вещи. Надо брать. Я это уже так считаю. Надо брать. Дурочка будешь, если не возьмешь. Типичные весы. Солнце, Меркурий и Уран находятся в соединении в весах. Уравновешенная оригинальная ума этого человека. Он действительно интеллектуальный и стремится всегда к необычному. Ему нужно, чтобы его будоражила женщина. Понимаете, чтобы она была авторитетная, яркая, интересная, необычная. Чтобы все было непросто с ней в этой жизни. Чтобы не было скучно. И совместимость, конечно, очень двойственная. С одной стороны, это взаимопонимание будет и сильная чувствительность, которая может перемежаться спорами и непониманием. То есть вот то отторжение, то, наоборот, сильное притяжение. И вот здесь вот могут кипеть стрессы. Сможет ли она со мной с весами? Проходите, еще один жених есть. Удачи. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Добрый день. Прекрасно, изумительно. Я очень рад вас увидеть. Я надеюсь, что мы все-таки сможем не только подружиться, но и дальше все-таки развить наши отношения. И в данном случае вы чертовски прекрасно выглядите. Спасибо. Алексей, 41 год. В прошлом программист, сейчас фотограф-фрилансер. Гордится тем, что бросил рутинную работу и занимается любимым делом. Предупреждает, что очень любит поспать. Алексей настолько устал от давления и претензий жены, что ушел из дома, даже не попрощавшись с детьми. Надеется, что Светлана будет им восхищаться. Ну уж не знаю, как там будет восхищаться Светлана вами или нет, а я уже сейчас в полном восторге. Очень по-мужски. Хоть так уйти от жены троих детей, хлопнуть дверью, ничего не объяснив. Молодец. Не совсем так, на самом деле. То есть все-таки и дальнейшее общение с детьми все-таки продолжается, это однозначно. Это раз. Во-вторых, мы с ней все-таки достаточно долгий период находились в полурасходе. То есть продолжали еще совместно жить, когда уже с друг с другом поставили вот такую эмоциональную точку. А детей нарожали троих же, не просто так? Конечно. Сколько лет назад развелись? Где-то пять-шесть. Вы готовы взять троих детей, львиную часть зарплаты тратить на этих детей, отпуск свой планировать в связи с интересами детей, переехать туда, где школа, ну и так далее, и так далее? Послушайте. Я считаю, что это... Не взять лучший кусочек из тарелки, потому что это дети. Я считаю, что это все обсуждается. В данном случае... Нет, либо готовы, либо не готовы. Обсуждаются уже совершенно другие моменты. Какие обои вы будете в новую спальню клеить этим детям? Вот это обсуждается. А есть принципиальные моменты, на которые вы можете прямо сейчас ответить? Нет, я имел в виду другое. Вот куда поехать с детьми, это обсуждается. Да. Как проводить время с детьми, это обсуждается. Но если дети уже есть, и это данность, то это не обсуждается. Давайте конкретно. Будет общий кошелек? Я не считаю, что... Если нет общего кошелька, то это не семья. А жена будет по собственному усмотрению тратить деньги? Тогда это не общий кошелек. Почему? Потому что она хозяйка, и потому что трое детей, им нужно столько, что она скажет, ну потерпи родную. Значит, есть такие расходы, на которые жена уже может расходовать деньги самостоятельно. Я думаю, она все-таки выберет второго жениха. Это приземленный вариант. Ну, будем надеяться, что тебя выберет? Посмотрим. А вот вы забывчивый. Вот что забыть-то можете? Невесту нашу не потерять или ты ребенка вам доверишь, а в распро его забыли. Правда? Посмотрим, где, как. Подождите. Из детского сада забирал, когда забирал. Тогда забывчивый в чем проявляется ваша? В датах. А ваш идеал женщины, на который вы смотрите, говорит? Самое главное, что вы женщина должна быть внутри. То есть она должна быть добрая. Она должна быть в меру общительная. То есть самое главное, что в меру. При этом все-таки не односторонняя. Мне кажется, что он не достоин Светланы. У вас остался один бонус. Семейная традиция или семейная тайна? Семейная традиция. Традиция есть? Да. Традиция у нас сложилась на то, что при рождении детям у нас даются вторые имена, которые известны только в кругу семьи. И только в кругу семьи они применяются. И обращаются именно с этим именем. Внутри. Только внутри. Ну, на самом деле, это не самая плохая вещь, мне кажется. Второе имя там. Это же и по жизни многие известные люди, псевдонимы и что такое. Говорят, что может быть, что-то в этом есть. А у вас какое имя? Кругу семьи. Да. Но, в принципе, можно открыть. Меня называли Голчунком. Голчунком? Ну, похоже. Голчунок, да. Немножко, да. Особенно, когда я был помладше. А ты, подожди, это такие вот имена, что ли, даются? Ну, да. Просто так не кривись. Потому что если ты узнаешь, как меня мама в детстве звала, ты просто тебя перевернешь. Флюорография. Флюорография. Флоренция. И флюористенция. Почему? Я не знаю, мама, почему ты? Ну, есть еще флоренция, да, но почему флюорография? Наверное, звукосочетание. Скорее всего, да, навевает фея. Как рентген, Ларис, флюорография. Ты же рентген. Просто, не, ну, в детстве мама знать не знала, что я буду вести эту программу. Звожила. Хорошо, у вас осталось показать сюрприз, проходите. Ну, вот это должно женщине любой нравиться, вот эти моменты. Станьте, пожалуйста, вот сюда. Сейчас, секундочку. Станьте, пожалуйста, спиной, и вот, и немножко меня разгоняйся. Во, вот так вот. Прекрасно. Спасибо. Я думаю, что продолжение, можно будет, когда вы меня выберете, можно будет уже правильно продолжить. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, парни. Забирайте своего друга. Проходите в свою комнату. Ну, что, друзья мои, приунылие. Как вам, дядя Леша? Не наигравшийся ребенок. Угу. Вообще. Ну, если он своих детей, так сказал, до свидания. Даже до свидания не сказал и ушел. А что-то будет, когда Светлана, например, борщ приготовит не так, как ему понравится. Он тоже развернется и уйдет, скажет. До свидания. И все. Вот еще благовольт мужчина. А если еще родится общий ребенок, его тоже это не удержит. Если он своим тремяне сказал даже до свидания. Что вы скажете? Ну, красивый. Ну, неординарная такая личность, внешность неординарная. Я думаю, что он многосторонний у него. Ну, своеобразный. Я думаю, что этот Алексей как раз может рассматриваться в качестве жениха. Он человек непростой. Он, с одной стороны, очень хочет прочных отношений, а с другой стороны, он непростой. Вот учтите, Солнце, Луна, Меркурий в Деве, человек требовательный. Он живет интеллектом. У него в душе как очень много химер, так и много творчества. Он все время переваривает все, что с ним происходит. Но вот как раз, что касается любви и требовательности к женщинам, наверное, от женщины он хочет видеть нечто среднее между «Дети цветов» и «Бриджит Бардо». Прикольно, интересно даже послушать себя для себя. Если вы готовы мириться с тем, что это будут свободные отношения, несмотря на домострой, это будут и свободные отношения. То есть женщину он будет приводить, да? Но с детьми он может договориться. То есть вот что у него есть в характере? Он, глядя на человека, особенно на ребенка, на подростка, он понимает, как себя с ним надо вести. Вот когда он это понял, тогда уже все устаканилось. О, это уже прекрасно. Но единственное «но» вы знаете в чем? Могут быть сложности финансовые. У вас вдвоем могут быть финансовые сложности. То есть придется, как в предыдущих жизнях. Это из-за совместимости вообще. Ну и потом, когда такая работа? Профессия нестабильная, это безусловно. Какая работа? Фотограф и токсист. А вы что советуете? Второй вариант Алексея. Вы знаете, какой плюс есть в Алексее? У него хороший характер, судя по всему. Уже жить в таком возрасте нужно с характером. С человеком, который способен договариваться. Мне кажется, что с Алексеем можно договориться. Ну, у меня не получится с ней ничего. Вот если из трех выбирать, я тоже, конечно, за первого Алексея терпения меньше надо, в общем-то. Но хотелось как-то и вам женской доли, но не 50. Смотрите, с Виктором тоже можно. А то, что он уезжает, даже очень хорошо. Знаешь, от мужиков тоже отдыхать надо. Ты про какого сейчас говоришь? Зато с деньжатами. Она вся в свадьбе. Мы про второго. Слышишь, мы про Ерему, она про... Нет, вот я говорю, что если спокойно жить, Алексей первый, ну вот, который был... Из Белоруссии. Из Санкт-Петербурга. Это второй из Санкт-Петербурга. Я имею в виду, у нас два Алексея. Алексей один, Алексей два. Это не я. Первый из Америки, второй из Санкт-Петербурга. Из Америки Виктор у нас. Это не я с ума сошла. Это ты от отпуска уйти не можешь. А мы сейчас про какого говорили, вот все эти слова? Про второго. Про второго, Алексей? Да, да, да. Я сошла с ума. Какого первого? Ни в коем случае второго Алексея. Да что вы. Первого Алексея, который работает на складе. Какой вам второй, о чем вы говорите? Он не женится, он не будет вам посвящать свое время, он не будет заниматься вашими детьми. Первый из Питера, Алексей, который заберет вас. Он второй же был. Девочки, короче говоря, дальнобойщик из Америки. Второй жених, Алексей Первый. Я за, я за дальнобойщик из Америки. Первый был из Минска. Из Минска. Первый был из Минска. Второй. Второй Алексей из Питера. Да. А третий, который... А мы сейчас про которого Алексея говорим, первого или второго? Второго, который из Питера. А ты про какого говоришь? Про дальнобойщика, я говорила, из Америки, который из Америки живет. Ой, вот точно. Я всегда на всех предыдущих программах говорила, а вот мне бы за Витькову дальнобойщика сижу, и так ему на татуированное плечо в майке алкоголички головку бы склонило, и бы и Беловежская плеча. Затем, оба впереди, здоровья. Томик, ну кто у нас? С первым женихом совместимость гораздо больше, но она сразу не знаю. Конечно, он уже во Франции-то в Мулен-Рушно хватался, поэтому совместимости будет. Второй вариант, наверное, где-то он и спокойный человек, но не ждите, что он будет кошкой домашней, которая будет исполнять все ваши желания. Поэтому ваш выбор, ваш выход. В любом случае, проходите туда, куда сердце зовет, мы вас поддержим. Жень, а для чего нужны были такие игрищи, если вы сами спровоцировали скандал, сами предложили ей развестись? Зачем вам нужно было давать этот месяц? Почему вы вдруг опешили? Вас ждали, что в очередной раз она бросится в ноги и скажет, Жень, не бросай меня, куда я без тебя? Я приглашаю всех выйти из своих комнат и поддержать невесту. Светлана, здравствуйте. Еще раз я рад, что вы вышли за мою комнату. Я тоже очень рада. Сегодня у нас пара Светлана и Алексей. Если вы одинок, или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузиева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, пожелимся. Удачи. Спасибо.